На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и коротко о главных событиях этого четверга. В Югре подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции. Оба завезены из-за рубежа. Губернатор рекомендует не отправлять сотрудников в командировки, а местные службы запускают в здании только по предварительной записи. Полиция и общественники неожиданно нагрянули в несколько торговых точек. Искали никотиносодержащие смеси. Еще два случая заболевания коронавирусом подтвердилось в Югре. Такие данные озвучили за последние сутки. Оба заболевших – жители Сургута. Сургутяне привезли вирусы из-за рубежа. Накануне анализы подтвердили наличие COVID-19. Всех контактировавших людей установили, списки передали в медицинские организации. Сами заразившиеся находятся в инфекционном отделении. Данные люди, прибывшие к нам в округ, находились за рубежом в течение последних двух недель. Мы их контролировали с самого момента прибытия в округ. Они были под нашим наблюдением с медицинской организацией. Отметим, сегодня в Югре зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом. Все привозные. Пациенты находятся в Сургутской окружной клинической больнице. У двоих пациентов состояние удовлетворительное, у двоих средней тяжести. Динамика у всех четырех пациентов положительная, угрозы жизни нет. Как только анализы заболевших дважды покажут отрицательный результат, жители выпишут из больницы. А пока специалисты обращаются ко всем югорчанам с просьбой выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Ограничить посещение общественных мест, носить маски и чаще мыть руки. Призываю к спокойствию, к осознанности в своих действиях, к осознанности в защите здоровья себя, своих близких и нашей Югры в целом. Надеюсь на вашу сознательность. Сознательность должны проявить и те жители, которые вернулись из-за рубежа. Им необходимо самоизолироваться на две недели и проинформировать об этом медиков. Санаторий Юган вчера принял на карантин первых югорчан с подозрением на коронавирус. Такую информацию передает оперативный штаб округа по борьбе с COVID-19. Помещенные на карантин жители, а это пять человек, ранее контактировали с гражданами, у которых был подтвержден коронавирус. Инфекция может проявить себя в течение 14 дней, поэтому на данный период необходима обсервация. Анализы на вирусологические исследования будут взяты у каждого, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева. Напомним, санаторий Юган был переоборудован в обсерватор на 220 койко-мест с круглосуточным медицинским наблюдением. В нем созданы условия для изолированного размещения жителей Югры, которые контактировали с заболевшими. 840 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Такова статистика в России на сегодняшний день. С 28 марта по 5 апреля президент страны объявил недельный карантин. Подчеркивается, что это не каникулы, а именно карантин, направленный на нераспространение заболевания. И результат он даст только в том случае, если россияне действительно будут находиться дома. Сразу несколько служб нефтеюганска сегодня ввели ограничения по посещению граждан. В том числе о таких мерах проинформировала госавтоинспекция. С сегодняшнего дня доступ в помещение РЭО ограничен. Количество допускаемых сюда граждан будет контролироваться уже на входе в здание. Однако ограничения не коснутся тех, кто записался на едином портале госуслуг и прибыл в назначенное время. В пенсионном фонде прием граждан с 27 марта ведется только по предварительной записи. Тех, кто не записался, запускать в здание не будут. Записаться на прием можно по телефону 29-6406-29-6506, а также через личный кабинет на сайте пенсионного фонда. Департамент образования и молодежной политики в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой просит воздержаться от его посещения. Обратиться сюда можно дистанционно, в том числе на сайте департамента, либо на портале госуслуг. Все вышеперечисленные службы подчеркивают, что ограничения носят временный характер. Необычная ситуация, связанная с новой инфекцией, у многих вызывает беспокойство, а у некоторых даже панику. Это видно под тем огромным тележкам провизии, которые нефтьюганцы закупают сейчас в магазинах, словно готовятся к блокаде. Частные предприниматели, в свою очередь, переживают за потерю дохода. Этой теме будет посвящен завтрашний выпуск вечернего гостя. Командировке придется отложить такое распоряжение. Накануне дала губернатор ЮГРЫ Наталья Комарова. Эта мера необходима для снижения риска распространения новой инфекции в регионе. Причем под распоряжение попадают и работники нефтегазовых и лесопромышленных предприятий округа. Как отметила Наталья Комарова, хоть отмена поездок носит рекомендательный характер, однако соблюдать эти меры необходимо обязательно. Обращаю внимание также на то, что используя термин рекомендации, тем не менее, все, что сказано, является обязательным для исполнения. И обращаю внимание на то, что исполнение жесткого исследования этим рекомендациям по жизненным показаниям необходимо. И в ближайшее время будет принято федеральное законодательство, которое тоже стащит ответственность за неисполнение решений в этот период. Тем временем в стране сокращается частота рейсов железнодорожного обращения. Как сообщают в РЖД, причина тому – снижение пассажиропотока. Изменения коснутся 31 маршрута. Полиция и представители общественности Нефтьюганска сегодня провели проверочный рейд по торговым точкам города. Цель – выявление фактов незаконной реализации табачных и нетабачных никотиносодержащих изделий. Визит людей в форме для Ленара Хазиддинова стал неожиданностью. Хозяин торговой точки торгует всякой всячиной. Но представители МВД, городской и казачьей общественности интересуют строго определенная продукция. Некурительные табачные и бестабачные никотиносодержащие изделия. Проверки, они, конечно, необходимы. Но я тоже борюсь за то, чтобы несовершеннолетним не продавали никотиносодержащие изделия. Если у нас есть какая-то табачная продукция, которая ограничена возрастом, мы обязательно проверяем документы. Сотрудники отдела МВД по Нефтьюганску в округе стали пионерами в проведении таких рейдов по торговым объектам. С конца 2019 и по сей день из оборота изъято 193 единицы запрещенной продукции. Просторечий, называемой снюсами. В этот день проверены три магазина. Пока нарушения не выявлены, еще есть ряд перечень у нас торговых объектов, которые будут подлежать проверке. Хотелось бы предупредить предпринимателей о том, что санкции административного кодекса предусматривают за данный вид деяния административный штраф. Рейды проводятся на регулярной основе, но всегда неожиданно. Всего в них задействовано 46 сотрудников МВД, проверено уже 202 торговые точки. Андрей Валикжанин, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». И снова мошенникам удалось обмануть доверчивого человека. В полицию обратилась 27-летняя жительница Нефтьюганска, которая собственноручно перевела аферистам 150 тысяч рублей. По словам девушки, на ее телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудникам банка. Мужчина убедил потерпевшую, что с ее карты осуществляются подозрительные операции. Для сохранности денег необходимо выполнить ряд простых действий. Девушка сняла всю сумму и перевела на номер абонента Теледва, который по заверениям мошенника привязан к ее новой банковской карте. Потерпевшая лично осуществила 10 операций, каждая из которых на 15 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В «Югре» подвели итоги регионального этапа конкурса «Семья года Югры». Победителей и призеров состязания определяли в шести номинациях. Нефтьюганцам удалось выбиться в лидеры. Более того, мы показали триумфальный результат. Сразу пять наших семей стали обладателями специальных призов. Всего в региональном этапе конкурса участвовали 48 семей, проживающих в «Югре» более 10 лет. Победителей и призеров определяли в каждой номинации. Из 18 лучших фамилий сразу пять – жители Нефтьюганска. Вторые места в направлениях «Многодетная семья» и «Древо жизни» взяли Пантелеевы и Пластинины, тогда как золото у трех наших семей. В номинации «Трудовая династия» победу одержали семья «Казак». А лучшими среди молодых и золотых семей стали Мякишевы и Марковкины, соответственно. Торжественное награждение лауреатов запланировано на 8 июля. После чего пять лучших семей «Югры» отправятся на всероссийский этап конкурса. Кстати, среди представителей региона будут и нефтьюганцы, а именно Мякишевы и Марковкины. У меня на этом пока все. До свидания.